Недавно я купил себе вот такую штучку, вот такую вот штучку, вот такую вот, это называется вот так, называется вот так, и теперь я снимаю на неё, на неё вот так, вот сажусь и снимаюсь, теперь куда бы я ни пошёл, эта штука со мной, она маленькая, смотри какая, очень легко помещается в карман, гораздо меньше, чем мобильный телефон, обратите внимание, с этой штучкой очень легко работать, очень легко и комфортно, вот она снимает, качество изображения хорошее, и объём очень небольшой. Вот эта штука, это один из инструментов предпринимателя нынче. Я вот что думаю, не снимать то, что мы видим, то, что мы делаем, не записывать себя и окружающий мир вокруг в течение времени, которое мы проживаем, сегодня становится чересчур расточительным. Те, у кого мозги в голове, а они именно, именно эти люди зарабатывают деньги, и поэтому видно, что если у человека есть мозги в голове, то он с деньгами, эти люди сегодня используют видео. Ну, например, как богатые, успешные, скажем, рок-музыканты, темнокожие в Америке, они понимают, что самое важное, это подогревать интерес публики к себе, не дать публике потерять себя из виду хотя бы на мгновение. Поэтому, эти, представьте, ребята в цепях, крутые, богатые, куда бы они ни пошли, в какой бы клуб они ни поехали, как бы они ни тусовались, как бы они ни репетировали, чем бы они ни занимались, эти ребята имеют с собой, возле себя, рядом с собой, они имеют оператора. Ходит парень и все время снимает. Он снимает их все время и выкладывает в интернет. Фанаты смотрят. Деньги идут. Неужели это непонятно? Нам с вами. Должно быть очень хорошо понятно. Если мы с вами что-нибудь продаем, а мы же продаем все что-нибудь, каждый что-то продает, то продавать надо с умом, чтобы у тебя покупали, чтобы ты богател. Когда у человека покупают? Когда ему верят. Не тогда, когда у него классный товар, а тогда, когда ему доверяют. у большинства из вас есть сайт, который не работает. Потому что он мертвый. Потому что он не живет своей жизнью. А если бы вы ввели блог, на котором вы рассказывали бы о себе, показывали бы обстановку, в которой вы живете каждый день, рассказывали бы, что вы думаете, что вы чувствуете, с кем вы общаетесь. Если бы ваша жизнь была на поверхности, то люди, которые смотрят это, скажут, нормальный парень, живой человек, с ним можно иметь дело. Значит, у него хороший продукт. Почему бы нет? Вот как это делается. Блог живой. Если он все время работает, если он наполнен живым материалом, без выпендрежа, без вранья, без фальшивых, глянцевых картинок, а чисто по-человечески, как это мы все привыкли, как мы все хотим, как мы все жаждем в этом мире сегодня иметь нормальные человеческие отношения. Вот если это так, то тогда у вас все купят. Вы понимаете меня? Поэтому видео очень важно. Вот вам инструмент для бизнеса. iPod. Спасибо Стиву Джобсу.